Беларусь выступает за выработку приемлемых для всех принципов сотрудничества в Европе. Сегодня об этом заявил президент Александр Лукашенко на встрече с министрами иностранных дел СНГ. Практическим шагом в этом направлении станет запланирована на май в Минске экспертная конференция «Восточная Европа в поисках безопасности для всех». Также до конца года в Беларуси пройдут антитеррористическая конференция ОБСЕ и заседание основной группы Мюнхенской конференции по безопасности. Эти форматы диалога полностью укладываются в масштабную мирную инициативу белорусского лидера под условным названием «Хельсинки-2». Первый хельсинский процесс, как известно, позволил Европе и миру относительно быстро и безболезненно выйти из гонки вооружения и холодной войны в конце прошлого века. Аналогичного результата от политиков ждут и сегодня. Мы фактически на пороге новой гонки вооружения. Эксперты утверждают, что холодная война уже идет. «Попытки выработать новую парадигму мироустройства происходит не за столом переговоров, а в горячих точках. Ну и ближайший из них, конечно же, Донбасс. Широкомасштабные боевые действия благодаря Минским соглашениям там остановлены, но, к сожалению, люди продолжают гибнуть. Еще раз подтверждаю, мы готовы сделать все, чтобы на Донбассе был мир. На принципах соблюдения всех международно-правовых формальностей и согласии конфликтующих сторон. В ходе 26-й сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ Беларусь предложила начать дискуссию о запуске переговорного процесса, направленного на преодоление существующих противоречий и формирование новых конструктивных отношений в регионе Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Свои инициативы предложены Беларуси в формате содружества независимых государств. В частности, по актуальному сегодня силовому блоку. Так, к 2025 году должна быть создана объединенная система воздушно-космической обороны содружества, заявил президент. А под эгидой ООН выработана глобальная стратегия противостояния новым вызовам и угрозам. Отреагировала Беларусь на резонансные дела, связанные с возможным применением оружия массового поражения в Европе и Африке. До конца года официальный Минск намерен провести региональную встречу по выполнению резолюции Совбез Объединенных Наций о предотвращении распространения оружия массового уничтожения. Пять лет назад Беларусь уже проводила подобный региональный саммит, отметил президент. В этом году Беларусь намерена провести аналогичное мероприятие, ориентированное на углубление координаций между СНГ и другими международными структурами по вопросам противодействия к попаданию такого оружия в руки террористов. Считаю, что в рамках СНГ должно быть обеспечено реальное сотрудничество силовых ведомств. Министерством обороны необходимо расширить и решить задачу по созданию в 2025 году объединенной системы воздушно-космической обороны государств-участников Содружества. Министерство внутренних дел завершить разработку и приступить к выполнению межгосударственной программы совместных мер борьбы с преступностью в 19-23 год. При этом особое внимание нужно уделить трансграничной преступности. В свою очередь, со стороны антитеррористического центра СНГ требуется реализация комплексного подхода к противодействию терроризму и экстремизму с использованием всего арсенала мер. К вопросу борьбы с финансированием террористической активности необходимо подключиться к финансовым разведкам стран Содружества. Ну а завершающим звеном этой работы должно стать сотрудничество дипломатов наших государств для формирования под эгидой ООН глобальной стратегии противостояния новым вызовам и угрозам, основанной на международном праве. В ходе встречи с министрами иностранных дел Содружества белорусский лидер поздравил Российскую Федерацию с достойно проведенными президентскими выборами и пожелал азербайджанскому народу также сделать выбор в пользу укрепления своего государства. Выборы президента в Азербайджане состоятся 11 апреля.